Привет, дружок! Я уверен, что ты в курсе про нового героя в Overwatch, сурового психованного танка Сигму, который по лору научился управлять гравитацией в результате неудачного эксперимента. Поэтому Дидан летает, сверка нежными и наверняка отполированными пятками и плоским задом на уровне лица нормального человеческого персонажа. Я бы хотел немного проанализировать Сигму серьезно и с объективной позицией, впрочем, как и всегда. Первое, что бросается в глаза, это милипездрическое количество ХП для танка. Даже учитывая восстанавливающуюся броню и интересную особенность одного из скиллов, этого слишком мало для того, чтобы быть полноценным основным танком в пати, чего очень хотелось. Казалось бы, Сигма является третьим танком-щитовиком в игре, при этом способным активно принимать участие в сражении с поставленным щитом, что в теории могло бы подвинуть надоевших Арису и Рейна, но нет. Щит удобный, его можно поставить в любую точку под необходимым углом, хорошо держит урон. Но проблема в том, что он статичный, его не поставишь на груз, с ним нельзя двигаться. Его приходится постоянно переставлять, при этом каст занимает время, а ошибка в позиции недопустима. То есть, нужен навык правильной постановки щита в нужном месте с первого раза. Для чего щит идеально подходит, так это закрытие верхних позиций, удобных для вражеских снайперов. Это будет просто эпическое противостояние, особенно вдовы с Сигмой, для которой он будет мишенью номер один, потому что если его не вынести, он будет закрывать лучшие позиции, заставляя ее передвигаться. А это трата времени и высокая вероятность быть убиты флангером. Щит можно убрать в любой момент до разрушения, а пока он не выставлен, он регенерируется. Также щит Сигмы может отлично блокировать ульту некоторых персонажей. Боб Эш становится почти бесполезным. Макри в большинстве случаев также будет сосать вяленое мясо. Частично можно порезать ульту Бастиона и Свина. Ах да, и Фара. Ее ульту также легко заблокировать. Да и вообще, возможность ставить щит наверх – это прямая контра Фары. Но баланс присутствует. Сам Сигма Фару атаками не достает. По поводу атаки. Основное оружие – гиперсферы. Сигма выпускает два гравитонных заряда, которые отскакивают от стен и через короткое время взрываются, нанося урон противникам в значительном радиусе. Но по факту не в таком уж значительном радиусе, и урон от непрямых атак слишком мелкий. Сферы рикошетят, это очень красиво смотрится. И в теории такая особенность может быть полезна в замкнутых пространствах. Можно, например, выкурить Макри или Ханза из укрытия, пробить в обход щитая вражеского Сигму, или даже слишком нерасторопного Рейна, стоящего под перекладиной. Урон наносится на средней дистанции, чуть дальше Свина. Это нормально и исходит из единственно возможной позиции в замесах. Но раздражает, слишком сука долгая задержка между шотами. Вот реально, между выстрелами можно получить высшее образование. Даже Ханза по ощущениям стреляет быстрее. Это раздражает, даже учитывая то, что сферам не нужна перезарядка. Хотя это, наверное, дело привычки. Очень интересный скилл Акреция. Сигма стягивает в кучу массу обломков и бросает их в противник, избивая того с ног. Короткий стан плюс сбивание ульты. При грамотном использовании может перевернуть ход сражения, в теории, конечно. О практике сейчас говорить очень сложно, потому что реальный бой невозможен, когда в любой пати 5-6 сигм. Второй интересный скилл Кинетический захват. Сигма останавливает летящие вражеские снаряды и превращает их в щиты. Аналог Матрицы Дивы, с тем отличием, что захват преобразует поглощенный урон в броню. Поглощает любой урон дальнего боя, кроме лучей обезьяны, симметры и зари. Соответственно, поглощает стрелковую ульту Свина, Макри, Солдата, Жнеца. Как и Матрица Дивы, поглощают ульту Ханза и Торбьорна. Плюсом еще ульту Зари, Мэй и Трейсер, если стоять к персонажу вплотную. Проблема со стрелковыми ультами в том, что они длятся дольше, чем поглощение, то есть поглощаются частично. Поэтому нужно использовать кинетический захват в сочетании с щитом, скорее лучше после щита. Также, в отличие от Дивы, Сигма немобилен и поглощать нестрелковые ульты будет достаточно сложно. Скорее будет получаться при очень удачных обстоятельствах, а не целенаправленно. Ульта, гравитационный колодец, Сигма взмывает воздух, поднимая вместе с собой противников в выбранной области, а затем подбрасывает их вверх и резко обрушивает на землю. Красиво смотрится, но урон маленький, снимает около половины ХП Сигмы и Рейна и 5 шестых Бэби Дивы. Могу сделать вывод о том, что урон не постоянный, а процентный от полного количества ХП каждого персонажа. Кстати, из области действия ульты можно выскочить, по-моему ульта ни о чем. Подводя черту, я могу сказать следующее. Это ёбаный танк, причем танк на вторых ролях. Как основной танк абсолютно неподходящий персонаж. Средний урон чисто для добивания, а если еще и грамотно рикошетить, то добивание даже в труднодоступных местах. Щит для прикрытия уязвимых мест. Для основной защиты слишком долгие касты, правильная постановка. Как давление или блокировка опасных точек, замечательно. Поглощение из-за долгого отката и короткого времени действия, по большому счету, будет узконаправленным. Нужно просчитывать время отката ульты у противника и не использовать просто так. КПД будет слишком низким, так как не стоит вопрос выживаемости, как у подвижной Дивы. Конечно, может выручить, если вдруг заползешь слишком далеко. Но исходя из желаемой позиции и маленькой скорости передвижения, единственное назначение это сожрать ульту. Также и аккреция требует того, чтобы ты поджидал подходящий момент и умел его распознать. Вообще, персонаж очень медленный, с этими откатами, кастами, задержками. Он даже двигается, как оголодавшая черепаха. Противостоять ему в динамичном сражении будет просто. А в оборонительной позиции вместе с нормальным танком-щитовиком будет очень сложно и придется изощряться. У меня все окончил. Противостоять ему в динамичном сражении.